Муж прорубил здесь проход к снеговичку. Представляете, вот этого снеговичка они с дочкой слепили до Нового года, еще где-то в середине декабря. Вот сейчас прошел ровно месяц, он вообще и не растаял, и стоит до сих пор. Да, вот так вот. Тут у нас снега вот такие вот. Ой, там у меня что-то висит непонятное. Смотрите, какой класс, сколько снега. Сосну раскопали. Можжевельник раскопали, остальное тоже так. Хотя я была против, наверное, все-таки раскапывать не надо было, чтобы было потеплее. В общем, вот так. У нас зима в этом году. Как в декабре снег выпал, так он, в общем, и не тает, и идет все новый и новый. А я, наконец-таки, вроде бы окончательно выздоровела и выползла на улицу. Вот сегодня 14 декабря, старый Новый год. Не знаю даже, что я там буду сейчас слушать, нюхать. Ну, в общем, что-нибудь сейчас придумаем. Ну, а все, вот еле-еле я пробралась к остановке. Вот этот сугроб, он выше меня ростом. Наверное, ну, метра два с половиной. Вот такой вот клевый сугробец. Что я вообще хотела? Я хотела купить зарядное устройство. Короче, я обнаружила, что у меня дома есть же зеркальная камера, и я могу снимать, по крайней мере. Он с собакем все время ко мне подходит. Вот это все время. Эй, не держи. Вот, и я поняла, что я на зеркальную камеру могу снимать более качественные видео дома. Но я не могу найти зарядное устройство. Вот мне надо купить зарядное устройство, если я его только найду, и будет мне счастье, как говорится. Так. У меня ничего нету. Ай! Не прыгай на меня. Еще один. Еще один пришел. Они мне носом всю камеру запотели. Села в автобус и сразу же вышла. Ну, благо мне надо было действительно выходить тут на одной из остановок. Вот сейчас, правда, лучше ходить, наверное, пешочком. Несмотря на то, что вроде бы как холодно, ну, нет такого там дикого мороза. Ну, есть, конечно, минус. Я не знаю даже сколько сегодня. Ну, минус пять точно, наверное. Может, побольше. Фиг его знает. Ну, в общем, ну, в этой маршрутке все кашляют, все чихают. Я думаю о том, что, конечно, лучше пешком пройтись. Потому что там сплошные верусяки. Да, и по поводу вот этой, как, зарядки. Она у меня есть. Ну, была, по крайней мере. В Крыму точно. Я просто... Такое впечатление, что при переезде я ее там забыла. Сейчас зашла в связну. Они мне говорят, ну, вы можете заказать на сайте. Она стоит 3-4 тысячи. Думаю, нафиг она мне нужна. Ну, в общем, буду искать либо свою, либо такую. Какую-нибудь, может, левую купить. Я не знаю, там... Я видела, есть такие предложения. Потому что 3-4 тысячи, извините, я могу себе духи губить. И снимать на свой телефон. Вот. Вон там кругом висят сосульки. Короче, идти вообще невозможно. Смотрите, какие падают. Капец. Да? Такая прям... Снежная королева. Смотрите, какие сосульки падают. Это я зашла в Нью-Йоркер. Смотрите, прямо какая футболочка. Это же прямо наша тема. Духи. Ну, блин, только М-ки и Л-ки. М-ка вообще... Вот эта М-ка, он висит. Висит плечом. В общем, останусь я без вот этой чудной футболки. А так прикольно было бы, да? Ой-ой-ой. Не нравится. Ну да, как-то широка. Широка она прям вот такая огромная. Желая компания. Это описывает там Эвелина Хромченко. Все имя говорила раньше. Я уже давно не смотрю эту передачу. Типа, вы там с котятками футболки не носите. Ну, кому там после 35-ти. Нам только вот этот вот, как это, воротничок. Вот такой вот беленький. Тут все черненькое. Все по пятке обязательно. Коленочки прикрыть. И прямиком, сами поняли, куда уже можно укладываться. Ну, в общем. А я бы вот купила бы вот эту футболочку, если бы у меня был бы размер. Ага, поменьше. Себе еще нарыла вот такую вот кофточку. Что там получается? Ну, типа там вот. Не знаю, мне нравится. Вот такая прикольная. Да? Ничего. Такая вот неплохая, да? Немножко, конечно, просвечивается, но как-то так не критично. Что, мне идет такое? Есть еще вот такая. Это точно такой уже фасон, но другая расцветка. Какие-то вот цветочки. Ой, проярочка. Ну, так сделать. Ну, тут тоже прикольная, да? Какая лучше. Вот та и эта. Есть голубая. Сейчас такая голубая. Еще есть вот такая голубая. Мне прямо на мешательстве. Что-нибудь вот такое легкое, с такими баланчиками, фигаришеками. Прям, не знаю, мне это нравится. Какая лучше? Напишите. Вот еще вот такая штуковина. Короче, я почитала в интернете про всякие типы внешности, фигуры и тра-ля-ля-ля. И вроде бы я всегда считала, что у меня такой контрастный тип. Ну, несмотря на то, что волосы у меня достаточно светловато относительно волосы и правее. Ну, все равно, такой контраст чувствуется во внешности. И я такой на такое все смотрела. Всегда, знаете, такой, м-м-м. А потом я нашла, что это какой-то типаж драматик. То есть, конечно, фигня, но так, ради прикола. И вот эти драматики, они все очень высокие. Несмотря на то, что у них вот такая контрастная внешность, может быть, яркая, там, тра-ля-ля. Но я не, ну, средний рост, у меня рост, метр шестьдесят четыре. И вот я там еще покопалась, и я, получается, какой-то там театральный романтик, что ли. Вот правда, мне в нем никогда не шла клетка. А вот романтиком эта клетка, она вообще никак не идет. Ну, смотрите, ну, какой-то вот, она на мне висит, вот как, знаете, как вот от дивана обивка. Вот прямо как чужеродным, каким-то тяжелым. Вот она на мне смотрится тяжело. Реально тяжело. Ну, мне так кажется. Я сколько ни пробовала различные клеточные вот эти вот мотивы, они мне не идут. Кто в этом шансе, напишите. У нас до сих пор вот такое вот еще украшение висит. Там тоже как-то, там тоже он как-то подсвеченный, вон, видите, вот эти, возле деревьев. Я почему... Какой-то у меня сейчас лук получается просто такой. В лук я гуляю без духов. Потому что я думаю, на самом деле, об одном парфюме уже несколько дней. О ликерном ангеле. У меня какая-то там вожа под пост села. И мне очень хочется его себе купить. Но с другой стороны, я начинаю уже рассуждать, знаете, вот в таком варианте, как совсем непродвинутые маньяки. Но у меня это почему-то приходит как раз-таки со временем. Первое время я считала, что, ну, подумаешь, что в старый парфюм там винтажи, они же там не портятся и все такое прочее. Но сейчас я почему-то как-то предпочитаю новые парфюмы. Я не знаю, с чем это связано. Я просто как представила, что этот ликерный ангел 2009 года рождения, ему уже, получается, 10 лет. И вот я нашла там у одной девушки, он очень в хорошем, великолепном состоянии с виду. Но я же его понюхать не могу. И я не знаю, вот я думаю об этом. И поэтому как-то не могу даже пойти ничего потестить, потому что не могу определиться. Это, кстати, очень старое здание на торговый центр Манеж. Вот здесь я гуляла. В общем, я хожу и думаю об этом ангеле. И поэтому не могу ни на что другое смотреть. Тем более, что ликерный ангел я тестила очень-очень давно. Это было довольно-таки давно, в 2012 году в Праге. Там я запомнила только флакончик, что флакончик был очень темный. А флакончик еще темный, похоже, дизайн флакона у шоколадного ангела. И вот мне что-то кажется, что я тестила фиолетовый флакон, а шоколадный именно в темно-фиолетовом флаконе. Мне он очень понравился. Его тоже сейчас можно еще найти купить, но о нем ходят такие слухи, что он какой-то нестойкий. И, честно говоря, после того, как у меня появилась Лайлак Лав, которая... Ой, тут столько сосулек, я опять иду по этой опасной улице. Когда у меня появилась эта Лайлак Лав, то там тоже ангел с какао, вот этот, и Лайлак Лав с какао. И я, честно говоря, смотрите, как я иду по снегам. Я, честно говоря, не вижу какой-то особой вот сейчас такой необходимости покупать мне этот дерево, шоколадный ангел. А вот ликерный мне бы хотелось бы. Тут главное не завалиться, потому что здесь под снегом такая вот каша, вот здесь такая каша, и там лед, прям конкретный лед. Ох, ходила, мерила эти кофты и уже, наверное, опоздала в фотоцентр, потому что мне посоветовали зарядку. Здесь продается универсальная зарядка в М-видео, но она не подходит. Мне посоветовали зайти, типа там, в Сивму или еще куда-то, вот в такое место, поискать вот эту зарядку. Но, с другой стороны, мёглеровские... Ой, тут такое страстное все. Мёглеровские ароматы очень хорошо сохраняются. Вот то, что у меня есть из мёглера, ничего не портится. Ну, в десятилетней давности... А, есть Эллион у меня, из 10-го года, кстати. И он как новенький в плане звучания, всё. В общем, я не знаю. Просто, если бы хотя бы была возможность это послушать, понюхать, как он там себя чувствует, ангел. Ну, продавец говорит, что великолепно, всё замечательно. Выглядит всё, опять же, шикарно. И сам флакон, и коробка. То есть, это надо ещё мудриться так хранить 10 лет. Там всё идеально, как будто вот его только распечатали. Ну, не знаю. Да, конечно, мне насоветовали. Пипец. Я приехала в этот фотосалон, они на меня глаза выключили. Говорят, нет у нас, нет никаких там незарядных. Ну, потом я подумала, ну, действительно. И, в общем, в другое место меня направили. Не знаю, сегодня, наверное, уже не успею. Кстати, вон там, позади меня, сум светится. Скоро будем снимать чего-нибудь. Ну, надо, да, снять интересное что-нибудь там же. У нас очень много нишевых парфюмов, парфюм-арт. А я сейчас заскочу в Пушкинске. Хочу посмотреть там ещё кое-что. Кожаные штанишки. Ну, не кожаные, наверное, под кожзам. Они сделаны, знаете, из такого жемчужного, такого цвета. Я просто увидела их одним глазком. Ну, сейчас мне хотелось померить. Ну, если они там остались. Сейчас покажу вам ещё немножечко с этого... С магазинчика одного. Магия. Я уже вам его когда-то показывала. Чуть-чуть. Там стоят всякие ладженты от агента-провокатора, который... Или провокатора, который уже исчез. Секунду. Да, вот здесь, вон там, вон они. Ладжент стоит. Потом Майтрес, которая тоже снята. Балома Пикассо. Феост Ван Клифф. Кстати, такой вот... А, вот он, вот он. Есть такой вишнёвый и есть классический. В общем, это вот я... И, кстати, вот это всё стоит годами. Я это видела очень давно. Да. Здесь, что это у нас, какой-то бар. Бар. Что там? Никого нет. Наоборот, кто-то искал... Кстати, многие прутся по вот этому ладженту. Он мне напомнил очень-очень давно. Я его тестила. Знаете, какие-то местами мемуар даже амуажевский. То есть он такой, очень густой. Но ладжент по... Более гурмански, что ли. В нём какие-то починюшки такие вот слышны. А мемуар, конечно же, открывается. Я куда? Гораздо более так сложно сочинённо. Но у них есть перекрикающиеся моменты. Но мне ни то, ни другое не нравится. Мемуар когда-то у меня был. Я мемуар женский. Было несколько фирменных пробничков. И я не смогла... А, и от Ливан был. Не смогла я его носить. Он меня просто конкретно там душил. Как я что-то говорила из блогеров. Всё их там душит, душит. Вот и меня он душил. Так, вот мы пришли в Пушкинске. Кстати, здесь же есть Эльдеботе. Я, может быть, там послушаю какие-нибудь ангелы из того, что сейчас есть. Просто действительно получается так, что единственная причина, по которой я хочу сейчас купить этот парфюм, во-первых, это бзик. Ну, потому что зима. И мне очень хочется. А во-вторых, это то, что его с каждым годом всё сложнее найти. Ну, в общем, этот флакончик мне нравится. Понимаете, я прекрасно понимаю, что он у меня будет стоять, ждать следующего Нового года. И ему будет уже 11 лет, а дальше 12. И так дальше. Ну, в общем, я не знаю. Вот так. Так, вот эти вековые, как они называются, так, у нас цепати, жемчужные штаны. Но мне не нравятся вот здесь вместо ученика. Очень некрасиво, когда они сели. Ой, простите. Вот так. Были бы классные, но тут сидят. Сейчас поменьше померю. Ну, поменьше, а не грезутся вот здесь. Да, стоят они вот столько. Почти пять тысяч. Я бы не сказала. И что, мне понравилось, что они с этим начёсом. То есть это зимний вариант такой. Весной кожи не поносишь. Но весной, в принципе, в кожзамене никто и не ходит. Ну, не знаю. В общем, нет. Скорее всего, я их не буду покупать. Как-то они мне не сели лучше. Так, у нас появилась красная Шанель пятёрка и лё, и вот это. Вот сейчас потестую, послушаю, как они там. Что, ну, флакунчик классный. И вот лё. Ну, честно говоря, это надо, наверное, очень любить Шанель, чтобы вот эти отличия между равными концентрациями и названиями улавливать. Не знаю. Ну, вот сейчас, если сравнить вот эти вот две пятёрки из красного флакона, я от неё, кажется, начинаю, и из обычного флакона, а вот эти две лёшки. Ну, лё совсем, вот даже на бодрый. Я, вроде бы, их только-только набрызгала. Почему я лё вообще как бы не слишком воспринимаю? Она на мне улетучивается, я не знаю, за пять секунд. Я не знаю, на ком она там держится. Ну, очень-очень такой аромат лёгенький совсем. Ну, вот из красного флакона действительно она немножечко отличается. Она посвежее. В ней меньше вот таких вот душных каких-то горьковатых моментов, немножечко как бы мыльных даже, вот знаете, которые есть в обычной пятёрке. А вот в красной такое, как цитрусов, что ли, побольше. Или, может быть, там альдегиды более такие вот снежные, посвежее. Мне она нравится гораздо больше. Это не совсем одно и то же. Да. Хотя я не люблю пятёрку, в общем-то. Ну, вот красная неплохая. Но в целом всё равно это тот же самый аромат. Ну, вот есть такие нюансы, которые... Она как бы такая, знаете, более вылизанная, что ли, такая вот. За счёт вот отсутствия вот этой горечи какой-то непонятной. Она поприятнее, посовременнее, может быть. Для меня всё равно этот аромат такой не вне времени. Ну, вот это да. Ещё я послушала там, на себя нанесла несколько диптиков. Какой-то там типа Олена, вот этот вот жасмин, который, да, такой очень популярный. Ну, не знаю, такой вот классический ретро-жасмин. Очень цветочный. Ну, мне, допустим, больше нравится... Там жасмин или тубероза, я не знаю. Мне больше нравится, вот если брать вот такие вот супер цветочные ароматы, я удовлетворилась с лучи Блум, который у меня есть. Мне он нравится. Он не звучит настолько ретро, и в то же время в нём можно вот эти вот цветочные... Ну, побалдеть от этих цветочных моментов. В общем, я хотела попросить вас написать мне в комментариях по поводу ликёрных ангелов. Потому что у них есть несколько вариантов. Есть тринадцатого года. Да, тринадцатого года он в таком серебристом флаконе. И пишут, что он гораздо более сладкий. Вообще его невозможно носить. В общем, ну, он посвежее получается. Ну, даже по году выпуска. Мне вот интересуют... Меня интересуют вот эти вот отличия с ликёрным ангелом 2009-го. Про ликёрный пишут, что он всё... Вернее, про 2009-й пишут, что он более горький такой вот по... Ну, как-то не такой по послепательный. Ну, в общем, интересно, конечно, узнать, как в действительности обстоят дела. И я слушала, я уже говорила, шоколадный. А может быть, это был не шоколадный, может быть, это был ликёрный. И про шоколадный... Вот он мне... Про шоколадный пишут, что он классный. Там очень много какао. Но он нестойкий. И мне вообще как-то это странновато слышать. Потому что тот парфюм, который я слушала в Праге много лет назад... Вот как мне кажется, он всё-таки был в фиолетовом флаконе. Как вот шоколадный. Такой же флакон у шоколадного. И он очень здорово отличался от обычного ангела. И мне он очень понравился. А может быть, это был и ликёрный, просто тёмный флакон. И я вот перепутала. То есть, ну, пожалуйста, напишите мне, у кого они есть. Вот всё-таки побольше информации. Потому что у меня уже голова идёт кругом. И вообще, так ли вот это всё, вот эти отличия так ли долго держатся в итоге. Потому что то, что слушала я, вот что-то, либо шоколад, либо ликёр в тёмном флаконе, оно... Ну, по продолжительности не помню. Потому что я тогда и кожаные слушала версии, и всё остальное. То есть, он как-то у меня так вылетел из головы. Но, во-первых, он мне показался насыщенным. То есть, это не может быть чем-то нестойким. И, во-вторых, мне он показался, что он будет на протяжении всего времени отличаться. А вот о шоколадном всё-таки пишут, что, ну, вначале много шоколада, 15 минут, а потом обычно ангел. Ну, думаю, ну, извините, зачем тогда такое нужно? А про ликёр вроде бы больше отзывов, что он на всём пути отличается. То есть, вот это бы меня интересовало действительно. Вот. И, ну, по поводу кофточек тоже можете написать, какое вам больше понравилось. О, как раз в тему о шоколадном ангеле. В котором очень-очень много какао. В общем, я очень жду ваших комментариев, потому что время тик-так, там надо быстрее определяться. Я уже и так, наверное, сутки просрочила с оплатой. Пишите, пишите мне обязательно. Всё, всех целую, пока-пока. Ну, почти так же, да? И феминиту вот сегодня нанесла. Я ещё себе брызнула феминиту немножечко на руку. Тоже классная. Поэтому я и сомневаюсь, потому что столько нового всего, ну, по крайней мере, для меня лично, да? Хотя я феминиту уже давно-то знаю. Ну, вот, в плане использования мной. То есть я же не пользовалась этим парфюмом. А ангелов у меня уже было-перебыло. Ну, в общем, не знаю. Да, поэтому поделитесь своим мнением на этот шот со мной. Спасибо. Спасибо. Спасибо.